1 марта, день Мариамны. Она была сеструю святого апостола Филиппа и продолжала его дело, дав обед девства. Март месяц. Март месяц это утро года. Рубежная пора, когда день с ночью равняется. По народному поверью, мартовское солнышко дает всему живому силы. Природа пробуждается для нового цикла жизни. Используйте вот этот мартовский импульс для своего оздоровления. Интересно, что в этот день всегда ударяли морозы. Были и поговорки. Теплый мартовский день обманчив. Марток надевает семь порток. Наши предки считали этот день началом года. По этой причине прославляли Бога плодородие Ярилу, он же солнце. Сегодня они работали, радовались и молились богам. Согласно преданию, в этот день повесился христопродавец Иуда на осени. Поэтому сегодня было положено молиться за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц. 2 марта. День Федора Тирона. Тирон, молодой воин, новобранец. Он был приведен в полк, где неверующие стали принуждать его, чтобы он принес жертву идолам. Он смело назвал себя христианином и отказался. Стойко перенес разного рода пытки, чем удивил мучителей. Сам вошел в костер и отдал душу, духу святому. Этот день считали летоуказателем. По разного рода приметам определяли погоду на период с июня по август. Великомученику Феодору Тирону молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Также молятся ему о пропавшем человеке или вещи. И как утверждают, они вскоре находятся. Приметы. Если после крещения было потепление, то сегодня жди мороза. Туман в этот день, май будет холодным. Увидишь падающую звезду вечером, предвещает тяжелые болезни и даже смерть. Нельзя оставлять сегодня на ночь рукоделие, не помолившись над ним. Его может испортить жена домового. Черные кучевые облака сегодня утром предвещают первый дождь. Если незамужняя девушка выйдет в этот день на улицу, и ей первой встретится женщина, она выйдет замуж в этом году. 3 марта. День Агапа. Святой Агапита-исповедник ревностно практиковался в посте, бодрствовании и молитве. Это вызывало удивление. Он носил одежду из древесной коры, питался нередко в течение 80 дней, золой вместо хлеба отказывался от сна. Господь одарил его благодатью чудотворение. Приметы. Облака висят высоко, погода испортится. Снег на полях лежит неровно, к хорошему урожаю овощей и зерновых культур. Если показались бабочки-крапивницы, снега больше не выпадет. Много снега, много хлеба. Сосульки с крыш свисают, зима затянется. Алая заря, вскоре снег пойдет. Деревья почернели, жди потепление. И если затрещали, будут морозы. Звезды сильно мерцают, будет похолодание. Если луна с трудом видна на ночном небе, утром может выпасть снег. Яркая луна или круг света вокруг нее – к холодам. 4 марта. День Архипа. Он получил свое название по имени святых апостолов Архипа, Филимона и Апфии. Идолослужители, питавшие сильную ненависть к ним, схватили их, закопали до бедер в землю и побили камнями. Филимона и Апфию совсем закидали камнями. Архипа или живого оставили на посмеение детям, которые стали терзать его ножами, пока он не отошел. Этот день в народе назвали Филя Вешни. Считалось, что весна набирает все больше оборотов. Крестьяне 4 марта продолжали наблюдать за поведением зверей и птиц, приметами, что помогало предсказывать погоду. В этот день на Руси считалось проявлять милосердие. Кормили нищих, помогали сиротам и убогим. Чем больше сделаешь добрых дел, тем самому будет лучше. В крестьянских домах пекли каравай. Его посвящали солнцу. Им обязательно угощали соседей, родственников, друзей. Оставшиеся крошки присаливали и брашались за спину, чтобы осенью соль и хлеб в семью возвратились. Приметы. Солнечный день, год будет плодородным. Чем больше добрых дел на Федота, тем больше счастья прибудет. Красная луна, погода будет теплой, но сырой. Картошка в подвале прорастает, весна близко. Если сегодня заболел, к тяжелой и продолжительной болезни. Поэтому старайтесь сегодня ни в коем случае не заболеть. Пятого марта день Льва Катанского. Назван в честь святого отца Льва и епископа в городе Катане на Сицилии. За свое чистое житие и разум был удостоен всех по порядку священных степеней. Заботился о нищих сиротах. Врачевал недуги своими молитвами. Но для бесов и их служителей он был страшен, как лев для волков. Крестьяне переименовали этот день Льва Катыша. Сегодня катались с горок. И тот, кто дальше скатится, тот удачливее всех будет. Говорили, зима на исходе, торопись на санках накататься до сыта. Зиму провожали с размахом. Выпекали масляничные блины. Устраивали маскарады, водили хороводы. Ходили в гости. Простили прощение у тех, с кем были в ссоре. По-прежнему сегодня запрещалось смотреть вечером на звезды, чтобы беду на себя не накликать. В народе верили, что в начале марта небо счастье уносит. Считалось, что в образе падающих звезд предстают духи, которые на ночь ложатся в постель к замужним женщинам, когда их мужья отсутствуют. Кстати, я однажды сам почувствовал, вернувшись домой из поездки, этот феномен. Приметы. Если сегодня снег прошел, год будет неурожайным. Меняется направление ветра, оттепель будет недолгой. Ничего нового сегодня начинать не следует, не получится. Нельзя давать никаких обещаний. Выполнить их также не получится. Если сегодня выбросить всю старую обувь, в доме будет достаток. 6 марта. День Тимофея Весенний. День назван в честь преподобного Тимофея Пустыника. С юных лет уединился он в монастыре, называемом символы. Потом много лет преподобный провел в отшельничестве. Скитаясь по пустыням, горам и лесам, он день и ночь возносил молитвы к Господу Богу. Так, постепенно дойдя до высших ступеней духовного совершенства, он получил от Бога особый дар. Дар исцеления болезней и знания нечистых духов. Скончался он в глубокой старости. Преподобный Тимофей оставил поучение от соблазнов, которые действенны сегодня. Он говорил, что, во-первых, важно не знать, что есть на свете нечто соблазнительное. Для этого не следует попадать в такие места, в которых можно видеть или слышать дурное. Как говорил Иоанн Листвичник, чего глаза не видели, того и гортонь, по одному слуху, не сильно желает кушать. Так и чистым телом получает от своего неведения большое облегчение в духовной брани. Очень хорошо это относится к интернету. Не заходите туда, где есть соблазн и разврат ума. Во-вторых, не поддаваться влиянию худых примеров. Наоборот, помнить о примерах добродетелей святых людей. И если вас соблазняет поведение других, разбирайте грехи свои, а не чужие. Будьте внимательны к своим мыслям, желаниям и делам, чтобы они не привели к греху. Считалось, что этот день определял весну. Поэтому его называли Тимофей Весновей. По весновею и весна. Такая поговорка была. Какова погода сегодня, такая весна будет. Начинали дуть теплые, а не холодные ветры. В кленах и березах начиналось сокодвижение. Приметы. Каков Тимофей, такова и весна. Дожить до весновей, а там зима не страшна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, к холодной весне, пологие к долгой весне. Если встретишь белого зайца, обязательно выпадет снег. Сегодня в ночь снятся вещи и сны. Если во сне обрезаешь себе волосы к бедности, заплетаешь косы к ложным слухам. Если ловите преступника, ваша жена вам изменяет. Заболеть во сне здоровье наяву крепким будет. 7 марта. День Афанасия Маврикия. День назван в честь преподобного Афанасия Исповедника. В своих иноческих подвигах он достиг больших высот. За почитание святых икон был подвергнут мучениям. Святой мученик Маврикия отказался поклониться ложным богам. Его привязали к дереву, обнажили и обмазали медом от головы до ног. Мухи, комары, оводы, осы, шершни немилосердно жалили его 10 дней. День Маврикия связывали с прилетом скворцов, а потом и ласточек. Верили, что первая ласточка приносит весну. С этого дня крестьяне начинали вывозить в поля навоз. Причем старались это делать, когда луна находится в последней четверти. Если сегодня полнолуние, то нельзя вывозить на поле навоз. Будет много сорняков. Сегодня традиционно готовили блюдо черную уху. Это был суп с мясом, которое варили в огуречном рассоле со съедобными коренями. Приметы. На безоблачном небе сегодня видно ясно солнце к перемене погоды. Если рассвет светло-розовый или золотистый, погода будет прекрасной. Туманный прохладный день к влажному лету. Кто первым в семье увидит прилет грачей, тот будет самым счастливым в этом году. Запел жаворонок, весна наступила. Если женщина сегодня увидела первую ласточку, пусть умоется молоком. Это сохранит молодость и красоту. Посадить капусту сегодня к богатому урожаю. Гусеницы не тронут капусту. Облака висят высоко к дождю со снегом. Гладкий снег предвещает неурожайный год, а рыхлый богатый урожай. 8 марта. День кислые девки. Назван в память преподобных Зевина, Полихрония, Моисея и Дамиана. Зевин жил на горе. Устроив на ней жилище, всю жизнь до глубокой старости провел в иноческих подвигах на этом месте. Полихроний был его учеником, носил на плечах вырванный из земли корень большого дуба. Этим он отягощал свое тело. За эти подвиги ему дана была от бога благодать чудотворений. Моисей и Дамиан были учениками Полихрония. Они во всем подражали ему. Сегодняшний день в народе называли кислые девки. И все потому, что в это время девки действительно кисли. Кто не вышел замуж до Масленицы, теперь должны были дожидаться лета. В народе считали, что этот день один из лучших, чтобы приворожить понравившегося парня. Загоров для привораживания парней было много, но наиболее действенным считался загор на воду. Стану я раба Божия, в кавычках имя, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из двора в ворота, Пойду в чисто поле, под восточную сторону, под восточной стороне стоит изба. Среди избы лежит доска, под доской тоска, плачет тоска, рыдает тоска. Белого света дожидается, белый свет, красное солнышко дожидается. Так меня, рабу Божию, имя, дожидался бы раб Божий, имя. А радоваться и веселиться бы не мог без меня, не мог бы без меня ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, как рыба без воды, как младенец без материнского молока, без материна чрево не может жить, так ты бы раб Божий, имя, без рабы Божий, имя, не мог бы жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, ни в обеден день, ни в полдень, ни при чистых звездах, ни при буйных ветрах, ни в день при солнце, ни в ночь при месяце. Впивайся, тоска, въедайся, тоска, в грудь, в сердце, во весь живот, рабу Божьему, имя, разрастись и разродись по всем жилам, по всем костям, наитой и сухоткой, по рабе Божьей, имя. Этот наговор делался на воду, потом эту воду надо было дать, чтобы выпил избранник. 9 марта, день Иоанна Предтечи, Еразма. Когда была высечена честная глава святого Иоанна Предтечи, дочь Иродиады приняла ее на блюдо и отнесла своей матери. Эта нечестивая жена пронзила иглой язык святого, который обличал ее беззаконие и, надругавшись над честной главой, не позволила предать ее погребению вместе с телом святого. Преподобный Еразм Печорский потратил огромное состояние на украшение храма и стал нищим. В народе его называли Иванов день. Сегодня рано не ложились спать. Считалось, что в дом может проникнуть нечисть и наделать бед. Спать укладывались после полуночи. И к кровати, особенно детей, привязывали чертополох, либо образ. Также рисовали крест на двери и на окнах. Клали наточенный топор у порога для защиты от злых духов. Приметы. Если жаворонки и аисты вовремя прилетают к урожаю хлеба. Птицы гнезда с южной стороны вьют, лето будет прохладным. Птицы вьют гнезда с солнечной стороны, рыбалка не будет. Если гнезда располагаются в тени, будет клев рыбы, а лето будет теплым. Ясный день. Погода на Пасху будет хорошая. А в апреле тепло. Много снега Пасха тоже будет холодной. На небе виден яркий месяц со светлыми рогами к утреннему морозу. Снег на крышах лежит. Знать, и Пасха будет снежной. Если сегодня болит голова, молится Иоанну предтечи. 10 марта. День Тарасия Кумошника. День назван в честь святого отца Тарасия. Он был противником иконоборства. Упражняясь в духовных подвигах, сделался ангелом во плоти. Пламенея духом, ревностно работая пред Господом, подчиняя свою плод духу и умиршлением ее, достигая непорочной чистоты, которой обличены ангелы. Велико было его пощение и неустанная бодрость. Немногие часы он уделял на сон, по целым ночам пребывая в молитвах и размышлениях. Отец Тарасии прославился тем, что мало спал, поэтому его называли Тарасом Бессонным. Существовало поверье, что он помогает избавиться от особой лихорадки, которую звали Кумоха. Эта болезнь представлялась в виде злобной старухи, которая ночью проникала в вызвы и вместе с дыханием проникала в спящих людей, вызывая лихорадку. Поэтому с этого дня старались не ложиться спать в дневное время. Говорили, кто спит под вечером на Тарасе, тот наспит лихорадку. Не рекомендовали в этот день смотреть в окна. Считалось, что через взгляд можно было кумоху подцепить. Приметы. Если у месяца рога крутые, жди мороза. Если на Тарасе выпадает снег перед Пасхой, неделя будет дождливой и холодной. Если сегодня найти старую шкуру, выползок, сброшенную змеей, то ее нужно было носить с собой, как защиту от тяжелых болезней. Если положить больного человека в медвежью шкуру и окурить смолой, он поправится. При этом хорошо помолиться святому Тарасю и выпить святой воды. Если дверь сегодня неожиданно с петель сорвалась, это к беде. Если сегодня капусту и помидору высадить, можно получить хороший урожай. Приливы есть во всех делах людских. И те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 марта. День Порфирия. Назван в честь святого отца Порфирия и епископа Газского. Он просветил город Газу, сокрушив в нем всех идолов и воздвиг церковь по стадии города. Стариную молодые мужчины в этот день обходили стороной красивых женщин, которых сегодня, согласно преданию, вселялись кикиморы. Они могли не только соблазнить парней своей красотой, но и забрать их мужскую силу. И даже заманить в лес и убить. Если в этот день, утром лужи, затянутый льдом к теплому лету. Вообще, ранняя отепель предвещала затяжную весну. Поэтому мы говорили, ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет. Рана затает, да долго не растает. Приметы. Если перелетные птицы вернулись раньше, быть богатому урожаю зерна. Если сегодня метет метель, лето будет прохладным. Если сегодня дует сильный ветер, заморозки скоро кончатся. Сегодня будет удачная рыбалка. Сегодня ни в коем случае не стоит сажать вербу. Это к собственным похоронам. Чтобы в роду не было самоубийц, не следует брать сегодня веревку в руки. 12 марта. День Прокопа Перезимника. День назван через преподобного отца Прокопия Декаполита Исповедника. Прокопий мужественно сражался против иконоборцев. Он был ими схвачен и жестоко бит. Мучители строгали его тело железными орудиями, а затем ввергли его в мрачную и смрадную темницу. После смерти мучителей его выпустили на свободу. Сегодня зима окончательно уходит, освобождая место в весне. Санный путь с этого времени начинал портиться, колея таяла и показывалась земля. Сегодня рабочий люд парился в бане, делали простые работы по хозяйству, чинили инвентарь перед посевной. Сегодня также ловилась рыба. Приметы. Прислушивались, копили. Если она была сильная, то в дальний путь не отправлялись. Если расцветали подснежники, это указание на то, что пора пахать землю. Если сегодня на вербе почки набухали, к богатому рожаю. А если не распускались, пора сеять. Случайно в бане чихнуть, надо вернуть долг. 13 марта. День Василия Капельника. День назван через преподобного отца Василия Исповедника. Он оставил мир с его соблазнами и поступил в монастырь. Там в духовных трудах продолжит свое житие. Мужественно сопротивлялся иконоборцам. За это его предали многим мучениям. С этого дня начинает таять снег на крышах, поэтому этот день и называли Василий Капельник. С ним связано множество поговорок. На Василия Капельника обильно капает с крыш к урожайному году. От Василия Капельника зима плачет. В этот день было принято принесить в дом сосновую ветку. Верили, что сосновый дух очищает воздух в доме и дает здоровье его обитателям. Также из сосновых почек и хвои готовили разные настой и чаи для лечебных целей. Это была хорошая профилактика о цинге. Недостатку в организме витамина С. Жены в этот день должны быть с мужьями особенно нежными, ласковыми. И тогда мужья не будут им изменять. Сегодня проводились особые обряды. Так называемые заклички весны. Например, вот такие. Вот пришла весна, весна красная, Ай-лю-ли-ли, весна красная. Принесла весна золотые ключи, Ай-лю-ли-ли, золотые ключи. Ты замкни весна зиму лютую, Отомкни весна теплолетечко, Ай-лю-ли-ли, теплолетечко. Ну вот так вот распевно пели. Приметы. Если погода на Василия Капельника солнечная, то воздух на улице насыщен целебной силой. 14 марта. День Евдокии. Назвам в честь святой преподобной мученицы Евдокии. Лицо ей было настолько красиво, что и художник затруднялся бы изобразить эту красоту. Но использовала свою красоту Евдокия в порочных целях. Так греховными делами собрала она богатство, чуть ли не равное царской казне. В дальнейшем она отказалась от веры языческой и дела греховных, приняла христианство, совершила много чудес, воскрешала умерших. Однако была обезглавлена мечом. Этот день в народе называют днем Евдокии свистуньи. Евдокии плющихи. С этого дня начинают дуть сильные ветры, которые издают свистящие звуки. А прозвище плющиха день получил из-за того, что снег начинает сплющиваться из-за таяния и прижиматься к земле. Сегодня крестьяне приступали к полевым работам. Приметы. Если на Евдокию. Ясно, год прекрасный. Если пасмурно, год плохой. С Евдокии плющихи первые оттепели. Откуда ветер с Евдокии, оттуда и летом. Если с запада или юга к жаркому лету. Если с востока к дождливому. Если с севера к прохладному. Если день солнечный, к хорошему рожаю зерна, грибов и тыквы. Дождливый год будет хлебный. Густой туман к урожаю бобовых культур. Слышна звонка капель с крыш. Лето будет жарким. 15 марта. День Федота. Отмечает память священно-мученика Феодота и епископа Киренейского. Во время гонений на христиан он открыто исповедовал Христа. Узнав, что его ищут, сам явился на судилище. Был бит без пощады. Строгали его тело острыми когтями. Все эти муки он переносил с терпением. Глядя на него, многие уверовали во Христа. Затем он был выпущен из темницы. И после двух лет жизни мирно отошел. В народе закрепилось за этим днем название Федота Ветроноса. И все потому, что в этот день бывали большие ветры. Их очень боялись, поскольку с ветром приносило болезни и несчастье. Существовало поверье, что все подземные источники закипали и выливались на землю. Наступала большая оттепель. Если же вместо оттепели ударял мороз, говорили Федот, да не тот. Федот злой, значит не быть маю с травой. Если на Федота занос, то пойдет скот на снос. Интересный ритуал можно было провести сегодня. Надо было купить герань с красными цветами. Не торгуясь с продавцом. Потом поставить ее на подоконник. Этим можно было задобрить домового и подчинить его себе. Приметы. Какова погода сегодня, таков и июль. Если сегодня посеять лук и сельдерей, урожай этих культур будет богатым. День Василиска и Евтропия 16 марта. День Василиска и Евтропия. День назван в честь святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Евтропий был очень красив и премудр. Когда святые были приведены из темницы на судилище и стали перед правителем, правитель спросил их, почему лица ваши не сумрачны от долгого пребывания в темнице, а радостны, как будто от постоянного веселья. Блаженный Евтропий ответил, что сбываются на нас слова Писания. Веселое сердце делает лицо веселым. Поэтому дню судили о лете. Если подул теплый ветер, будет лето теплое и мокрое. Если мороз стоит, снег и ветер с севера будет холодное. Если в этот день идет дождь, будет дождливым. Вообще в этот день крестьяне выходили в поля и обходили их крест на крост. Это делалось для того, чтобы внимание солнце привлечь и заставить его на поле снег топить. А крест на поле служил защитой для посевов от болезней и набегов нечистой силы. Крест, помимо всего прочего, считается знаком оберегом и символом солнца. Он означает жизнь, свет, тепло, плодородие и благополучие. Кресты ставили и рисовали там, где человек может столкнуться с нечистой силой. Возле очага, на окнах, на границе села, на перекрестках, дверях и иных местах. Что касается защиты от темных сил, то следует знать определенные правила и обязательно соблюдать их. Например, на закате солнца не давать и не брать в долг ни хлеба, ни денег. После захода солнца не выносить ссор на улицу. Счастье свое вынесешь. Если в четверг до восхода солнца умыться, серебра и сеться, будешь весь год здоров и лицом чист. Приметы. Сегодня надо обойти крест на крест. Поле, огород, дачный участок. Это обеспечит хороший урожай. Чтобы избежать любой опасности, надо сегодня осенить крестом входную дверь в доме, окна, ворота и домашний очаг, печь, камин. То есть все выходы, через которые может проникнуть темная сила. Если сегодня скворцы прилетели к богатому урожаю зерновых, вороны в снегу купаются к солнечной погоде, все перелетные птицы прилетели к теплу. 17 марта. День Герасим Грачевник, назван в честь преподобного отца Герасима, жившего на Иордании. Он был великий постник. Еще с молодости он воспитал себя в страхе Божьем. Принял монашеский сан, удалился в Египетскую пустыню. Оттуда он пришел в Палестину и поселился в Иорданской пустыне. Его жизнь была настолько добродетельна, что он, подобно светлой звезде, блистал. При реке Иордан он устроил себе обитель. Ему даже бессловесный зверь служил, как разумный человек. В это время возвращаются перелетные птицы, предвестники весны. Сегодняшний день был известен и как день, в который следует изгонять из дома Кикимор, злых духов. Поэтому у этого дня еще одно название – День Кикимор. А изгоняли их так. Сегодня самая старшая в семье женщина должна начисто вымести пол в доме. Особенно тщательно выметалось пространство возле печи. Кикимор вместе с мусором выбрасывали из дома. Но как только перелетные птицы отправляются в теплые края, она может вернуться назад в дом. Незамужные девушки сегодня гадали. Они выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если женщина, значит удастся выйти замуж в этом году. Крестьяне очень уважали грачей, так как они были предвестниками весны. Заодно грачи уничтожали вредных насекомых. Отсюда еще одно название дня – Герасим-Грачевник. Приметы. Какая погода на Герасима, такой будет следующая зима. Кто первым увидел грача сегодня, будет весь год богатым и счастливым. Грачи прилетели, через три недели снега не будет. Наступит настоящая весна. Грачи прилетели ранее этого дня, год может быть неурожайным. Грачи сегодня уселись на старые гнезда. Жди дружной весны. Если сегодня новую обувь обуть, шея болеть не будет. Сегодня солнечная и ясная погода, в лесу будет много ягод. Сегодня не нужно подвергать себя каким-либо операциям и посещать стоматолога. Не совершайте сегодня крупные покупки, они окажутся бесполезными. Сегодня хорошо завершать разного рода дела. 18 марта. День мученика Конона Градаря. Назван в честь святого мученика Конона по прозванию Огородника. Он занимался возделыванием огорода, плодами которого и питался. Был он человек добрый и простосердечный. Хотя он не был обучен грамоты, но проводил богоугодную жизнь. За отказ поклониться идолам в его ноги набили гвоздей и гнали перед колесницей и гимоной до тех пор, пока он не пал от изнеможения на колени и с молитвой на устах предал душу свою Богу. Этот день в народе называли днем Конона Градаря, Огородника, Катыша. А в древних церковных месяцесловах Конона назвали еще истрадником. Говорили, хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать или копать огород. Ты только начни в этот день и непременно огород будет добр и овощей будет много. В народе говорили, Конон Огородник на огород позвал. Копали огороды, удобряли их навозом, замачивали семена капусты, помидор, готовили к посадке. Считали, что этими действиями крестьяне оказывают почтение небесному покровителю огородников, а он отблагодарит их добрым и обильным урожаем овощей. В этот день поминали мертвых, молились за пропавших без вести, веря, что они отыщутся. Приметы. Ясная теплая погода сегодня, лето будет теплым. Если в этот день вывезти навоз на огород, к урожаю. Если босыми ногами сегодня навоз натоптать, ноги болеть не будут. Сегодняшний день благоприятен для ухода за комнатными растениями. Их можно пересаживать. Если сегодня супруги выпьют вина с корицей, их чувства будут крепкими и сильными весь год. Конану-Градарю сегодня молились об избавлении от оспы. Сегодня не рекомендовали совершать крупные покупки. Они окажутся бесполезными, либо быстро испортятся. 19 марта. День Аркадия. День в назван честь преподобного Аркадия. С юных лет он посвятил себя иноческим подвигам. Был наставником святых Иулиана Врача и Евула. Еще в этот день поминают святых равноапостольных Константина и его матери Елены. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. Согласно преданию, именно царица Елена и ее сын Константин отыскали тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. В этот день у русского народа было особое почтение к воде. Сегодня освещали колодцы, ходили в баню. А утаптывание снега возле колодца помогало сделать воду в колодце более вкусной. Этот же обряд позволял взять у колодца крепость и здоровье. Также следили за тем, чтобы талые воды не наполняли колодцы. Женщинам, у которых на данный момент месячная или беременность, сегодня не разрешалось подходить к колодцу, чтобы не испортить воду. Не следовало ругаться, сплетничать, курить, выпивать, поминали предков. Вода все воспринимала и придавала это в мир умерших предков, которые смотрели на живущих людей через воду. Бытовала поговорка. Плюнуть в колодец все равно, что родной матери в глаза. Приметы. Морозная погода сегодня жди весны и теплого лета. Сегодня нельзя пить воду из чужого колодца, чтобы он не пересох. Если сегодня утром ударил мороз, то еще 40 дней будет такая же погода. Дятел в лесу стучит, холода продлятся еще. Лед на реках тонет, год будет неурожайным и тяжелым. 20 марта. День Василий Капельник. Назван в честь святого священномученика Василия. Святой Василий обличал в Херсонесе заблуждение людей неверных. Это привело их в дневное состояние. Эти нечистые люди били его без милости и изгнали из города. Через некоторое время умер сын у херсонского начальника. Родителям приснился сунг, в котором сын просил их помолиться истинному Богу. Родители попросили об этом святителя Василия, который воскресил умершего. В народе говорили, с крыш капает, занос цапает, что означало приход весны. Существовало поверье, что если сегодня ночью треснет окно или с крыши плац снега упадет, то это грехи тяжкие на землю падают. Сегодня молились иконе Божьей Матери, споручница грешных. В давние времена она помогала избавиться от холеры. Согласно народному поверью, сегодня можно было присушить понравившуюся девушку. Для этого рано утром, пока еще все спят, надо тайком взять какую-нибудь из ее вещей. Выйти на улицу, встать лицом к разгорающейся заре и произнести, каким раб Божий имя любит рабу Божию имя, так, чтобы и раба Божия имя не могла без него ни жить, ни пить, ни есть, и любила, и почитала его лучше отца и матери, белого месяца и красного ясного солнышка. Веки по веку, отныне до веку. Аминь. После этого вещь незаметно возвращали девушки, и заговор начинал действовать. Приметы. С крыш закапала копель, год будет очень плодородным. Если к этому дню прилетели все перелетные птицы, к обильному урожаю хлеба. Если вода тает, но лед при этом стоит, к неурожайному году. Похолодало к вечеру, это к заморозкам. Синий горизонт, совсем скоро наступит потепление. Длинные сосульки с крыш свисают к богатому урожаю льна. Если только прилетели журавли, к поздней весне. Сон, приснившийся сегодня, сбудется аж через три года. Овен. 21 марта-20 апреля. В этот день проявите заботу о голове и нервной системе. 21 марта. Весенние равноденствия. Вербоносица. День весеннего равноденствия или весенний солнцеворот. Считался настоящим началом весны, наступлением тепла. Подмечали, что возвращаются в родные края жаворонки. Этот день был посвящен вербе. И это неспроста, так как считалось, что веточки изгоняют из дома тяжесть. Вообще, в старину вербой хрестали тело для легкости. Когда болела голова, веточку вербы разминали, клали под платок на голову. И головная боль отступала. На вербоносицу старались наломать как можно больше веток вербы и развесить их в доме. Считалось, что это содействует чистоте в доме, целомудрию и красоте девиц. Здоровью всем членам семьи. В народе говорили, верба распустилась, знать весна, к лету снарядилась. Вербная веточка в дом счастье приносит. Кого вербы хлещут, у того тело будет легким. Сегодня вечером пекли пироги в виде птичек. Считалось, что это привлекает весну. Приметы. Сегодняшний солнечный день предвещает теплое лето. Если он холодный и пасмурный, лето таким же будет. Много воды год будет урожайным. Жаворонки прилетели рано, весна будет теплой. Образовался туман, возможно заморозки. По небу быстро плывут высокие облака к теплу. Считалось, что веточка вербы в стакане воды на столе выгоняет трудности и скорби и приносит счастье семье. При головной боли размалывали веточку вербы и прикладывали ее к голове. Сверху повязывали платок и это помогало. Сегодня нельзя начинать серьезные дела и строить планы на будущее. Они не удаются. Если сегодня увидишь человека, которого любишь, это к долгой и счастливой любви. Ввиду этого проводили время с дорогими и милому сердцу людьми. Например, с женой. Ты ее любишь, увидел и радуйся на все оставшееся время. 22 марта. День 40 мучеников селастийских. Память святых 40 мучеников. Это случилось в армянском городе Севастии. Полковые воды Агриколая находились воины числом 40 из Каппадокийской области, которые составляли почетную дружину, благочестиво веровшую во Христа Бога и отличавшуюся непоколебимым мужеством, всегда непобедимую в делах ратных. Их заставили принести жертвы ложным богам. Получив отказ, были жестоко мучимы, им перебили молотом голени. Этот день называли сороки, жаворонковым. Говорили, что на день сороки ночь равна дню, и можно весну встречать. В это же время прилетали первые жаворонки. Поэтому хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста, которые по форме напоминали жаворонков. Головки и крылышки смазывали медом. Эти булочки нужно раздавать детям и есть самим, чтобы птицы прилетали быстрее, а значит и весна приходила. С 22 марта начинали считать утренники. Утренние морозы. Они могли продолжаться 40 дней. А потому говорили, что с 22 марта наступают сороки. То есть 40 дней. И если морозы длились плод до зосима пчельника, это 30 апреля, считалось, что лето будет солнечным и теплым. В этот день молятся сорока мученикам севастийским, чтобы родные и близкие люди целыми и невредимыми вернулись с военной службы. Приметы. Если день сегодня теплый, то 40 дней после будут теплыми. И наоборот, холодными будут, значит, заморозки. Ласточки прилетели раньше к богатому урожаю. Чайки кружатся, ждели дохода. Сильный мороз к хорошему урожаю проса. 23 марта. День Василисы. Православная церковь почитает память святой Василисы. Она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису поймали и стали вынуждать отречься от Христа. Однако девочка была непреклонной. Ее подвергли избиением, страшным пыткам, травили дикими зверями. Но ничего не повредило ей, что удивило всех. Этот день народе называли Василиса, вечной воды, указательница. Сегодня к святой Василисе, покровительнице этого дня, крестьяне обращались с просьбой, чтобы она отвела талую воду от погребов и домов. При этом существовало поверье, что талая вода затапливает хозяйство тех домов, хозяева которых вели неправедную жизнь и много грешили зимой. Это поверье связано с тем, что вода, проникающая в любую щель, все знает о том, что происходит в крестьянском хозяйстве. Приметы. Если на Василису день глист, значит лен будет волокнист. Когда в реку начинают бежать весенние ручьи, хорошо клюет плотва. Холодный ветер сегодня подул, зима еще продержится. Сегодня густой туман висит, снег скоро растает, а лето будет дождливым. Синие тучи плывут по небу, значит в ближайшее время погода будет дождливой. Прилетела трясогуска, значит через 12 дней начнется половодье. Если тыщит кора деревьев, весна будет сухой. Если утром пасмурно, а вечером небо прорисняется, к заморозкам. 24 марта. День Ефима и Сафрония. День назван в память святого отца Ефимия, архиепископа Новгородского и святого отца Сафрония, премудрого патриарха Иерусалимского. Отец Ефимий прославился праведной жизнью, который подавал пример другим. Блаженный Сафроний жил, любя премудрость духовную и внешнюю, девственную чистоту сохраняя от отрубы матери. Обе эти добродетели, премудрость духовная и девственная чистота, называются целомудрием. В народе замечали, что к Ефиму и Сафронию прилетают зяблики и чибисы, а кукушка подает свой голос. Наблюдение за птицами в этот день предсказывало будущее лето. Если птичьи гнезда располагались на солнечной стороне, то лето будет холодным, а если в тени будет жарким. В народе существовала такая примета. После зимнего времени, как только услышат кукование кукушки, надо брякнуть деньгами в кармане. Так можно привлечь удачу и богатство. С этого дня начинались работы в саду, обрезка деревьев и прочей работы. Приметы. Если сегодня был туман, снег быстро сойдет. Утром и ночью иней, на следующий день дождя не будет. Если холода прошли, будет теплое лето. Если сегодня порывистый и холодный ветер, весна будет прохладной. Талая вода, собранная сегодня, обладает целебными свойствами. Ее собирали и использовали для лечения, полива растений, стирки, мытья головы и тому подобное. Лебеди сидят на прудах к теплу. 25 марта. День Феофана и святителя Григория Двоеслова. Феофан-исповедник вел праведную, удивительную жизнь. Он обладал разными дарами от Бога, целительством, прозорливостью, пострадал за веру. Святой Григорий, папа римский, прозранный за свои красноречивые беседы двоесловом или беседником, родился в Риме. С юных лет он занимался богоугодной жизнью. С детского возраста, полюбив чтение книг, он впоследствии стал главным ученым и ритором. В этот день, рано утром, крестьяне выходили на улицу встречать весну. Для этого разбрасывали семена, чтобы привлечь перелетных птиц, ибо весна приходила вместе с ними. В этот день поили лошадей водой, которую долгое время настаивали на каком-либо серебряном предмете. Например, серебряной ложке. Верили, что это поможет уберечь их от болезни и порчи. Тем более, что лошади главный помощник в сельском хозяйстве. Накануне пахотных работ. Народи поговаривали, феофан прогоняет туман. Приметы. Если снег на муравейнике тает с северной стороны, то лето будет долгим, теплым и наоборот коротким и прохладным. На деревьях виден иней, июнь будет очень дождливым. Если сегодня погода по-настоящему весенняя, летом будет много дождей. Туман поднялся вверх, жди дождя. И если опустился вниз, будет ясная погода. Если в ласточкином гнезде сегодня отыскать мелкий камешек, его можно использовать в виде оберега от зла. 26 марта. День Никифора. В этот день состоялось принесение честных мощей Никифора, патриарха Царьградского. За почитание святых икон был низвержен с престола своего царем и отослан на остров Прокинис. Здесь он 30 лет провел в заточении и поругании. Когда он пристался к Господу, то был погребен при храме святого мученика Феодора. Решено было перенести мощи. При вскрытии гробницы через 19 лет, после кончины Никифора, тело его было нетленно и благоухало. Талая вода просачивается в берлогу и начинает будить от зимней спячки медведя. В народе было принято думать, что именно с этого дня начинают просыпаться медведи. И поговаривали, пока талая вода медведю бока не промочит, он из берлоги не выскочит. В народе было принято считать, что медведь это человек в зверином облике, обросший шерстью. По последнему льду на водоемах хорошо клюет плотва, окунь и яс. Приметы. На Никифора туман, значит лето будет ненастным. Медведь проснулся, началась настоящая весна. Из березы сегодня много сока течет к ненастному лету. В этот день вода обладает целебной силой и потому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни. Северный ветер сегодня подул и прогремел первый гром. Весна будет затяжной, а лето прохладным. Если же во время грозы дует теплый южный ветер, лето и весна будут теплыми. Искупаться сегодня в чистой воде к здоровью. Поэтому купались в источнике или родниковой воде. Порезаться в этот день нежелательно, можно сильно испугаться. Сегодня принято с особым почтением относиться к растениям, рубить деревья противопоказанное. 27 марта день Венедикта. В этот день православная церковь отмечает память преподобного Венедикта Нурсийского. Именно он стал родоначальником западного монашеского движения и написал устал. Был строгим подвижником, отличался особой святостью, творил чудеса. В народе этот день называют еще и Федотом Скотником. Потому что у животных начиналась сезонная линька. Скотину выводили во двор на весенний воздух, чистили, заговаривали от лихого глаза и от болезней. В народе этот день прозвали Федор Скотник. Приводили в порядок помещение, где содержалась скотина. Заодно проводили самые разные обряды, которые позволяли сохранить здоровье домашних животных. Так скотине на шее сегодня вешали обереги, которые защищают от сглаза и порчи. И приговаривали. Федота в день не ленись, скотинки поклонись. Раньше на Руси никогда не говорили домашние животные. Всегда только скотина. За которые надо было ходить и внимательно присматривать. Оттого и говорили. Скотинку водить, не разиняя рот ходить. Самой полезной для хозяйства была корова. Корова во дворе, харч на столе. Приметы. Снег быстро тает и на улице заметен туман. К ненастному лету. Сегодня нельзя точить ножи, охотиться и колоть дрова. Это к беде. Если сегодня морозный день, холода неделю простоят. Если прогремел гром на Федора, скотника, лето будет урожайным и теплым. Нет разлива, лето будет засушливым и жарким. Нельзя сегодня смотреть в зеркало до захода солнца, к беде. А пожилым людям и после захода. Это может привести к скорой смерти. Поэтому зеркала сегодня завешивают тканью. 28 марта. День Никандра. Он согласно преданию, работая врачом, совершил большое количество добрых дел в отношении христиан. Никандр посещал заключенных в тюрьмах и врачевал их, утешал мучеников и хоронил тех, кого казнили. За это на него донесли. Он был пойман и жестоко пытан. Потом с него заживо содрали кожу, а затем обезглавили. Таким образом, святой мученик снял с себя ветхого, земного человека и облегся в нового, небесного. Присоединился к Господу Христу. В народе этот день посвящали лесу. Крестьяне отправлялись в лес, чтобы поклониться местным духам. Поэтому сегодняшний день называли лесное ухажение. Русский человек с давних времен относился к лесу с особым уважением. Ведь именно лес давал человеку домашний утвар и инвентарь. Все делали из дерева. Лес служил и защитником. У него прятались от вражеских нашествий. Поскольку пройти через дремучую чащу было очень сложно. Раньше путешествовали по рекам. В этот день знахари собирали молодые травы и целебные колени. Заговаривали их. Готовили различные снадобья. Полагалось именно сегодня снимать порчу. Лечить болезни головы. Этот день считался отличным временем для изготовления амулетов. Приметы. Если на никандры весенних вод мало, они текут неспешно, год будет неурожайным. Если прилетели чайки к ледоходу и теплой погоде. В этот день не рекомендовали мыть голову, возможно разлука с родственниками. Увидеть сегодня ночью во сне ангела – хороший знак и признак долголетия. Если сегодня до самого заката носить булавку на одежде так, чтобы она не была видна окружающим, это избавит от сглаза. Либо носить два песня – эффект то же, что и у булавки. Яркий закат в следующие дни могут быть дождливыми. 29 марта. День Савина. Святой мученик Савин был правителем гипетского города. Его уважали жители, которым он всегда помогал. Во время гонений на христиан он уединился в пустыне и оттуда подавал всем помощь. Был выдан одним нищим, которому ранее неоднократно помогал. Его схватили римские воины и привели на судилище. Мученика держали острым железом и жгли огнем, принуждая поклониться идолам. За отказ он и шесть его товарищей были потоплены в Ниле. К этому дню снег обычно таял, и санный путь уже не действовал. Поэтому говорили, на Савина крестьянин сани спрятал. Загоняли сани во двор и готовили телегу. Проверяли, насколько она цела и не нужно ли ее было ремонтировать. Кстати, современные водители, соблюдая традицию, именно сегодня проверяют свои автомобили на предмет различных неисправностей. Приметы. Теплый день предвещает такую же погоду в ближайшие дни. Громко воробьи чирикают и купаются в лужах. Будут теплые дни. Облака сегодня высоко плывут по небу к теплу. Нельзя есть хлеб после захода солнца. Это к нищете. Не одалживая деньги сегодня, весь год в долгах ходить будете. Сегодня не следует спорить с людьми, ссориться, чтобы не навлечь на себя беду. Сегодня не растапливали печь и не выпекали в ней хлеб, чтобы не навлечь беду. Вообще не рекомендуют сегодня разводить огонь. Если поднимать тяжелые вещи, забот прибавится. Не следует сегодня садиться в сани. Можно свою удачу проехать. 30 марта. День Алексия. Этот день в народе прозвали Алексий Теплый. И назван день в память святого Алексия. Он родился в обеспеченной семье. Ему пророчили богатую беззаботную жизнь. Однако Алексий, уверовав в Бога, решил посвятить себя служению Богу. За день до свадьбы он сбежал из дома. Многие годы провел в молитвах, добрых делах, питаясь только подаянием. Спустя некоторое время он вернулся домой и жил там, в Чулане, поскольку родители его не узнали. В народе говорили, Алексий с гор потоки. И все потому, что в этот день талая вода течет в реке с гор. В этот день крестьяне выносили картофель для проращивания, проверяли ульи. Рыба от весеннего тепла выходила к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. В этот день было принято пить медово-березовый взвар. И вообще почитали березу, которая была символом чистоты и мира. Считалось, что березовые почки, собранные в этот день, обладают особой целебной силой. Приметы. Если погода сегодня прохладная, весна будет позднее. Каковы в этот день ручьи, таков будет и разлив рек. Тепло на Алексея к урожайному году. Если пряжу сегодня положить в открытый водоем, то это сделать ее прочной и белой. Если сплести в этот день сеть и отправиться с ней на рыбалку, весь год будешь с рыбой. Если Алексу сегодня помолиться, то будешь весь год с медом. На орешнике сережки появились, зиме конец. Пора садить мак, редиску, святы. 31 марта. День Кирилла. День почтения памяти святого Кирилла Иерусалимского. Он боролся против ерести арианского учения. Праздник Пятидесятницы в Иерусалиме было чудесное знамение. На небе появился честный крест, сиявший ослепительным светом. Начиная от Голгофы, он простирался до горы Елеонская. Так как император Констанции разделял ересь ария, притеснял православных, то святой Кирилл сообщил ему о чудесном знамении, уговорил оставить путь заблуждения. В старину этот день называли Дериполос, поскольку санный путь исчез и можно было содрать полозья. В некоторых областях России сегодня зацветали подснежники, пролезки мать и мачеха, просыпались насекомые. В этот день поклонялись Иоанну и просили дождей для роста семян. Так же считалось, что этой ночью домовой просыпается и безобразничает. Приметы. Ранние комары скоро будут теплые дни. Если сегодня комара убьешь, сорок грехов проститься. Кружатся комары в лесу, к урожаю ягод. Цветет мать и мачеха, это к потеплению. Вообще в народе было подмечено, что поздняя весна предвещает раннюю зиму. Купая ребенка, не открывайте дверь посторонним людям, это к несчастью. Во время купания приговаривайте, вода в землю, а дитя в рост. Сегодня не делали покупок, они будут неудачными. Не рекомендовали сегодня ходить в гости, чтобы не оставить в доме свою удачу. Не стригли сегодня волосы и ногти, считали, что это к неприятностям. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Продолжение следует...